Всем привет, ребят! Меня Ольга зовут, я тружусь в такси. Сегодня... Помыла голову. Надеюсь, хорошо выгляжу на камеру. Так, что я сегодня записываю видео? Зачем? Эта истерия продолжается. Про коронавирус! Я сегодня решила поездить, поспрашивать у людей их отношения. Ну, просто вот мнение. Так, и буду спрашивать, что они думают на этот чон. На самом деле, вот, трудяясь в такси, очень легко податься этой истерии. Особенно, когда одна пассажирка ехала, расчихалась, она чихнула... Или один раз она чихнула вроде. Она чихнула один раз, и я заболела. Я такая, о, всё, короче, мысли всякие неделю болело. Слава богу, тьфу, всё хорошо. Как видите, я здорова, жива. Ну, жёстко было, на самом деле. Погнали. Всё, жива, здорова. Всё, моё мнение, я считаю, что это на самом деле массовая истерия. Что-то договаривают, что-то нет. И вообще, значит, это кому-то нужно. То есть, как я картинку недавно видела. Почему там от спида в день сколько-то умирает людей, и люди не надевают гандоны. Сейчас поеду машинку помоем, и играм, и трудиться. В общем, я думаю, надо просто чаще мутить автомобиль, руки, ноги, нос промывать. И вообще, меньше истерить. Всем хорошего дня. Ребят, я очень рада, что вы смотрите, подписываетесь, поддерживаете. Приятными словами. Я вас люблю всех. Сейчас крутую холочку взяла. Немножку кублескому намазать. Я просто через приложение, вот тут я себя вижу. Не видно вам, наверное. Покажу поближе. Не могу себя сфоткать. У мамы вообще кучерявые были. С детства. Как кудряшка. С юга. У меня вообще могли быть кудри, на самом деле. А когда моя мама молодая была, в моде была завивка. А у нее были родные свои кучерявые. Представляете, как это было хитово. Все женщины делали, ходили, мучили свои волосы тяжелыми всякими химикатами. Она просто ходила и кайфовала. Красава. Она, кстати, следила за собой всегда. Платья шила красивые. Кстати, я хотела сказать, знаете, очки. Очки. Как-то я проходила осмотр. Мне кажется, это у меня психологическая зависимость от очков. Мне просто врач как-то сказал, будете садиться за руль, без очков не надо. Я просто номера не вижу сдалека. У меня минус один, грубо говоря. Скажите, пожалуйста, вы ездите за рулем, если у вас минус один, без очков? И в темноте действительно не очень удобно. Метро Сокольники, да? Да. Можно вопрос задать? Давай. Как вы относитесь к коронавирусу? Ну вот просто для меня интересно, вы в панике или как? Нормально, спокойно вообще? Нормально, спокойно вообще, пофиг. Ну то есть это истерия, да, скорее всего? Ну то есть это мне просто интересно, я у людей спрашиваю, как вот некоторые реально едут, постоянно о нем разговаривают, прям волнуются. Не, ну это хорошо на самом деле. Надо действительно заниматься спортом и беречь себя и не париться вообще. Если я, что изменится от того, то что я буду париться. Ну да, правильно. Жизнь как в бане, или попаришься, либо нет. А можешь поставить оценку мне? Ты заказывал? Да, я заказывал. Ага, спасибо. С комментарием. Слушали музыку. Счастливо, спасибо. Спасибо. Ну вот, первое мнение. Здравствуйте. Могу убрать кресло. Да, ладно. Извините, можно один вопрос задать? Мне вот просто очень интересно для себя. Я у людей вот езжу, спрашиваю сегодня, или желаю, ваше отношение к вирусу, к истерии, что скажете? Согласен. Ну, вообще ваше мнение просто интересно, что скажете. Ну, люди сходят с ума, поэтому по факту это не стоит только столько внимания выдели. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну вот второе мнение услышали. Здравствуйте. Можно вопрос задать? Какой? Со сколько люди относятся вот сейчас к этой истерии, к вирусу? Насколько это все пресса, кафедали, реально, что вы думаете? Я никак не отношусь. Все равно? Да. Да, как-то не затрагивает эта сфера жизни, так что. Правильно, слушай. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Как дела? Все. Ой, здорово. У меня тоже. У меня есть книжки? Да. Ты любишь книжки с музыкой? Да. Давай я только пристегну, подожди, можно? А то мне неудобно будет. А ты далеко едешь? Нет? Домой? Не стала при детях спрашивать. Где вообще? Не при то, что при детях. Заверши 385 рублей. Все будет хорошо. Вообще, надо было с двумя креслами заказать. Ну ладно, да не, ну. 30 рублей чаевых оставили. Спасибо, она точно отзыв написала. Ну, на самом деле, мне хочется увидеть, чтобы в Яндексе увидели, потому что люди, они не пишут. Ну, я же, ну, понятно, нет. На самом деле, я все делаю просто вот от души. Там, книжки, конфеты, вода. Просто от себя, а не для там отзывов. Ну, раз вот система такая, что из-за этого у меня понижаются оценки, потому что люди сами косячат, и водитель в итоге виноват пишет. То я не знаю. А Яндекс на это не реагирует, он не удаляет эти оценки плохие. Потому что, ну, это несправедливо. Когда приходится просить у людей, поставьте оценку, напишите отзыв. На самом деле, очень важно отзыв. Мне ехал мужчина с техподдержки Яндекс.Такси и сказал, очень важно отзывы. Итак, можно уже небольшой итог подвести. На коронавирус всем пофиг. А, рейтинг нужно... Хотите, чтобы отблагодарить водителя по-настоящему? Даже ничаевыми. Это ему повлияет, он больше будет зарабатывать, грубо говоря. Ему будут заказы жирные приходить. Пишите отзывы хорошие. Пишите не только негатив. Пишите хорошие отзывы. Если вам понравился водитель, кайфово, напишите. Все, супер, самый лучший водитель. Ему будут больше поездок давать. Это 100%. Он будет в приоритете. Это как распространять добро, что ли, хороших людей. Кстати, когда водители ставят оценки пассажирам, это тоже влияет на качество подачи, какой водитель приедет, с хорошим рейтингом. Влияет, насколько быстро вам подадут машину. Чем выше у вас рейтинг, чем лучше вам водителя присылают. И быстрее, естественно. Так что давайте делать друг друга лучше, а не негативить. Так здорово, детская водитель. Спасибо. Я тебя ж люблю, когда девушки ездят. Собинать, они не вредны. Я точно не вредна. Это по вам видно, кстати, что вы хорошие. Вы же реально, наверное, как сканируешь людей. Это какие-то особые вещи. Потому что я не понимаю, как можно с таким количеством пьяных людей тактируйте или бесить. А можно вопрос задать? Да, конечно. Мне просто вот интересно, как ваши отношения вот сейчас, то, что вот про этот вирус постоянно говорят. На самом деле, во сколько я человек спросил, у меня, ну, я, правда, немного поездок сделала. Четыре поездки. Ну, и всем пофигу. Вот мне просто интересно. Я на это никак не могу понять. Если я немножечко верю в фатуру, в судьбу, что, возможно, вселенная природа чистит планету, потому что перенаселение, и нас слишком много, и должны существовать какие-то массовые болезни, которые могут выкосить планету. И куча болезней есть помимо этого. Да, от которых действительно горят. Мне кажется, от обычного гриппа больше... Больше умерло от обычного гриппа. А еще в России сейчас эпидемия ВИЧ. И об этом тоже мало кто говорит. Да, да, и, кстати, никто не надевает презервативы, как говорится, да? Да! Я видела эту картинку, видели, да? Конечно. Это же у Дудя еще фильм был. Да, да, да. То есть, у Дудя пошли мемчики. Еще я как бы не всем говорю, в принципе, там, людей не видно. Если хотите, у меня канал есть, можете смотреть. Там, правда, не так много, но все равно народ подписывается. Я вам скажу, как называется. Оля таксует канал. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо вам за поездку. Всего доброго. Загадала кайфовую пассажирку. Она села. Спасибо большое. Очень приятно. Добрый вечер. Держите. У вас есть 50 или нет? Нет, у меня 50. У меня просто только 1000. Ну, оставьте тогда себе. Спасибо. Спасибо вам большое. Хорошего вечера. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Я на сотку оставила. На чай. Вот так. А будущий муж, который так и не позвонил, обещал. Я думала, запрыгнула в последний вагон уходящего поезда. И меня замуж возьмут. Ну, нифига. Блин. Что делать? Не позвонил муж 30 рублей и не вернул. Кто найдет его? А где лицо спрятала? Блин. Здравствуйте. Просто интересно, что они думают по поводу вот этого вируса, который вот всех бомбит. А, ну вот у нас сейчас друзья бомбит. У них в классе, ну, точнее, не в их классе, а в соседнем. Родители привезли из Рима. Так что все на карантине. А мы с ними общаемся. Поэтому. Мачку. Да не, вы не переживаете. Да не, не, серьезно. Ну, да. А может, мы уже переболели им. Кто знает. То есть вы сейчас с коронавирусом болеете, да? Нет, уж что. Что мы гадите носом. Не, не, не. Мы просто переносим. Мы просто... Мы ездите в такси, в дубус ездите тогда. Где ездите? Ну, э, если вы думаете, что вы заболели вирусом, вы съездите там во все такие места, там, государственную дубу, еще что-то там, почихаете там. А, ну, да. Какие симптомы вообще у этого ребенка были? Ну, ну, мы что-то так не углублялись в изучении. Ну, сухо кашель, наверное. Температура. И за сколько это все случилось у нас? Куда они все прилетели-то, не помнишь, неделю назад? Ну, вот это когда фигня у них пошла. Где-то не 10. Ну, не 10. Это все равно, чтобы вы. Да вы принесли дождь. Ну, извините. Все удовольствие. Вот вам мнение, реально. Вы поняли, да, что они общались с тем, кто ребенок умер от коронавируса? Ну, от обычного гриппа тоже можно, наверное, что теперь истерите мне на карантин сесть, или, не знаю, нужно проверить после них. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу прощения. Я просто не посмотрел, где стоит точка. Обращайтесь. Ой, спасибо большое. Да не за что. Для всех украшать за карантин. Если можно, поставьте в конце оценочку. Будет очень приятно. Спасибо. Прямо. А вот то, что я выделяю, например, что конкретно понравилось, стоит ли? Да, а если вы еще комментарии будете писать, вот просто своими словами, это вот вообще будет шикарно. Да, хорошо. Вот, правда, честно. А что вы думаете про вирус вот этот, который сейчас все говорят? Ну... Новый просто. Это же вирусы, они же мутируют, как бы, обычный грипп там, каждый год тоже меняется. Просто это было, наверное, в части проверка. Ну, как люди отреагируют на вот это вот, просто паника, где-то он связывается. Не знаю, я вот месяц назад был в Таиланде, вот, там, 150 километров до Китая. Там люди, ну, там спокойно люди относятся ко всему, ну, ходят в масках, но, там, государство как какие-то меры предпринимает. То есть, там, например, какие-то гели для рук всегда, там, в общественных местах. Стараются, чтобы люди, которые болеют, ну, не находились рядом со здоровыми. Я считаю просто, что нужно, ну, если бы у меня была бы власть, я бы как-то оградил просто этих людей. Типа, любых, которые болеют, только что от здоровых людей. Ну, если карантин, то карантин, да. Не пускал, допустим. Просто, на самом деле, страшно, там, сейчас ехал в метро, да, там, кто-нибудь кашляет, весь вагон от него отойдет просто сразу. Шарахается. А он просто, там, блин, подавился, ё-моё, конфетой, да? Ну, грубо говоря, так, на самом деле. Ну, смертность, в большинстве случаев, уже у пожилых людей, и у молодых. Конечно, я, как бы, особо чем боюсь его. Всего доброго, вам тоже всего доброго. До свидания.